Здравствуйте! Вы на канале Хелена Кук. Сегодня я хочу с вами приготовить гигантский милк-слайс. Для этого нам понадобится яйца 6 штук, сахар 120 грамм, молоко 40 мл, растительное масло 150, мука 6 столовых ложек, мед 4 столовые ложки, жидкий мед, разрыхлитель 2 чайные ложки и какао 4 столовые ложки. Но сначала мы замочим желатин для нашего дальнейшего крема. Выливаем 50 мл воды, примерно надо 40 грамм желатина. Размешиваем и отставляем в сторонку. Яйца мы отделили от желтки, от белков. Теперь мы белки по каместь отставим. И будем взбивать желтки. Желтки взбили в пену. Теперь мы добавим чайную ложку ванильного сахара и обычный сахар. И продолжим взбивать до пышности, до бела. Желтки мы взбили. Теперь мы добавим в него мед, молоко и сразу же добавим масло наше растительное. Дальше продолжим взбивать. Нарыхлитель просеем. Также просеиваем какао, чтобы у нас не было крупинок. Поможем ножичкам. Так же просеяли и муку. Теперь фиксер нам пока не нужен. Аккуратно перемешиваю наши желтки со всеми ингредиентами. Я еще немножко добавила какао 2 столовые ложки, чтобы масса немножко была темнее. Так. Желтки мы перемешали. Пока мести их отставим немножко в сторону и займемся белками. Белки нам надо просто взбить в пышную пилу. Аккуратненько и постепенно будем их вводить. Чтобы наше тесто было пышненьким, воздушным. Все это мы перемешали. Теперь мы заполним лист нашим тестом. Лист у меня 50 на 50. Я застелила сверху пергамент и смазала маслом сливочным. Отправим наше тесто минут на 15. Будем проверять палочка деревянная. Так. Наш бисквит уже готов остывает. Теперь мы теплое молоко смешаем с желатином. Потихоньку это все сейчас забьем миксером. теперь мы добавим сахар вместе с ванильным сахаром. сахаром. Теперь добавим мед. Загущённое молоко. и сливки. Наш крем взбит. Теперь форму мы застелили пергаментной бумагой и пленкой, чтобы в этом легче было все это достать. выливаем. Разровняем все это немножко, чтобы наша пленочка аккуратненько была вся. И отправим в холодильник примерно на 30-40 минут. пока мисс наш крем застывает, мы сделаем углы без скита более ровные. примерно так вот разрежем. Наш крем уже застыл. Теперь мы соединим бисквит вместе с кремом. Можно полить ещё глазурью. Вот такое у нас пироженка получилось. Теперь вот правильно получается, ещё в холодильник, чтобы оно немножко пропиталось. И всем приятного аппетита! Дес 다루 кофе, вторая пироженка, словно Thanksgiving Sem پтичка, как о plaisir passionate С V я застелу. Продолжение следует...